Дракула Сегодня для нас упыри в кинематографе не являются чем-то сверхъестественным, ровно как и в сказках, мифах и легендах. Название упыри по некоторым источникам трансформировалось в вампиров, а вампиры плотно привязались к Дракуле, совершенно отойдя от своих первоначальных истоков. Я уж молчу о том, что и сам Дракула – выдуманный персонаж одним определенным автором. Так обратимся к Стрыге. В некоторых современных версиях это скорее чудовище, чем упырь. Но таковой ли она была в начале? Есть вариант, что это имя перекантовало к славянам от латины римской мифологии. И там это была некая сова-сипуха, что нападала на людей или детей и пила их кровь. Далее так называли ведьм, по поверьям обращающихся в сов для того же утоления жажды. А уж после нечто отдаленно похожее на Стрыгу понемногу перенеслось к западным славянам. Где существо, правда, осталось упырем. В разных упоминаниях разных стран у Стрыге многообразные имена. И сложно сказать, то же существо имеется в виду или нечто иное. Путаница возникает еще и тогда, когда находятся версии, что это у кого-то обычная ведьма-пакостница, а не упырь. Обратимся к версии, все-таки дошедшей до самих славян, где ее величали иногда поморои, штрыгой. А там, где учитывался пол существа, у некоторых их называли Стрыгоем и Стрыгуайкой. Поскольку их в основном связывали с упырями, считалось, что это люди, погибшие не своей смертью, что они доживали свой век подобным образом. Однако другие источники опровергают это, утверждая, что Стрыгами люди, связанные со злом, становились еще при жизни. И что их хранили определенным образом, зная об этом. Еще в одной из версий считалось, что Стрыга становилась черная колдунья, что опять же похищала детей. А если в семье ребенок не один, она возвращалась и за вторым. Позже стали находиться упоминания, что Стрыги могли размножаться, и что дети их были даже кровожаднее взрослых. Но эти источники сомнительны. Где-то Стрыгу связывали с оборотнями, поскольку в образе зверя они могли иногда нападать на людей. А там, где Стрыгу называли Стригой, верили, что это колдунья, состригающие колосья из чужих полей в ночь на Ивану Купалу. Как видите, версий очень много. Есть где разгуляться. Самое интересное, что на территории самой Древней Руси термин «упырь», который связан с умершим человеком, не имел такого однозначно отрицательного посыла. Чем ближе продвижение от запада к востоку на славянских землях, тем вообще сложнее определять зло и добро. Их часто связывали с друг другом, считая нераздельными. Многие источники указывают, что в честь умерших славяне на востоке проводили больше праздников и их больше почитали, дарили подарки и оставляли угощения. А если умершие начинали вредить, то к этому относились скорее как к гармонии света и тьмы, добра со злом. Это не значит, что они не защищались, относились по-другому. А что касается все-таки струги, многие современные историки вовсе смотрят на этих кровожадных существ как на повод в те времена объяснить нераскрытые убийства, таинственные пропажи. И в конце концов скидывают на саму Инквизицию, кое относило к временам язычества страшные оттенки и тем самым даже иногда переписывали часть истории. Хотя правда все равно выходила, выходит и будет выходить наружу, откуда что взялось и где что зародилось.